Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Атикат Магомедова и коротко о главных событиях этого выпуска. Прошло 76 лет, день памяти и скорби, как вспоминали герои войны в Дагестане, сегодня в выпуске. Более ста участников хафизов со всего Дагестана. В Махачкале подвели итоги открытого республиканского конкурса чтецов священного Корана. Портреты и абстрактные композиции в дагестанском духе. Дагестанские художники представили ряд новых работ. День памяти и скорби. 22 июня вся страна вспоминает тех, кто ушел на фронт. Ровно 76 лет назад фашистская армия напала на Советский Союз. Почтить память погибших в Махачкале к университетской площади города пришли все желающие. Сегодня здесь ветераны, а также первые лица республики, в числе которых глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Отдала дань погибшим и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Исполнение песни «Журавли» автор Старасула Гамзатова в день памяти и скорби уже стало традицией. В этот раз на всех языках народов Дагестана. Хоровое пение, возложение цветов к памятнику воинам – обязательные ритуалы, ставшие традиционными в этот день. Главный урок этой войны, как сказал Владимир Владимирович Путин, это возможность не допустить войну. И сегодня во всем мире, вы видите, разные, как раньше говорили, реакционные силы действуют в своих корыстных интересах и ставят мир на грани Третьей мировой войны. Чакар Меджидову побывала во многих городах России. Рассказывает, героев из Дагестана помнят не только в республике, но и за ее пределами. Женщина поделилась историей, которую ей поведали крымчане. Мы побывали в Крыму тропою героев Советского Союза, которые освобождали Крым. Их семь человек. Но нас особо интересовала судьба Магомед Загида Абдулманапова, 19-летнего парня из Дагестана, который сказал немцам, когда попал в плен, все погибшие, эти ребята, мои братья, мы все дети одной родины матери. Вы знаете, ему предлагали жизнь, небо, солнце, море. Он сказал, а кто вам сказал, что я предатель? А вот 12-летний Мурат пришел возложить цветы вместе с дедушкой. О войне, к своему счастью, знает немного из фильмов. Я смотрел фильм «Битва за Севастополь» и понял, как наши солдаты воевали за нас. И сегодня, в такой день, 22 июня, День памяти, я пришел сюда, одел такую военную форму, чтобы почувствовать хоть чуть-чуть, капельку, как переживали солдаты за своих жен, за своих детей. О храбрости и чести солдат помнили, помнят и будут помнить. Ведь история знает тысячи отважных поступков фронтовиков. В их числе подвиг Владимира Рубинского. Русский богатырь Касая Сажин. Именно так говорили сослуживцы о лейтенанте Владимире Рубинском. Не боясь врагов, в одиночку он взял в плен немецкий танк. Сегодня сотни и тысяч россиян ходят в этот день в скорби с плакатом танка. Именно в честь подвига этого лейтенанта. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил спортивный комплекс «Спартак» в Махачкале. Он также осмотрел уникальный детский сад «Дзюдошка». Обо всем поподробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Дорогих гостей ждут во дворе первого в Дагестане спортивно-образовательного садика «Дзюдошка». Делегация во главе муфтия шейха Ахмада Афанди после приветствия начинает осмотр учреждения. Шейх обходит все классы. Инструктор поясняет, какие занятия проводятся в каждой группе. К 6-7 годам дети умеют читать, писать, считать, надевать навыками самоопселоживания. И все это делают они с удовольствием, и педагог не навязывает. Здесь и бассейн, и спортзал для юных дзюдоистов. Как отмечает мастер спорта международного класса Магомед Магомедов, чтобы дагестанцы становились чемпионами олимпийских игр под дзюдо, необходимо заниматься этим видом спорта с раннего детства. Джудо – это философия. С детства должны мы их учить. Я очень много ездил по всему миру. Я вот такую систему видел в Японии. У них школа, садик, школа дзюдо. Вот их методика, мы преподаем здесь дзюдо. Основные элементы, основные моменты, которые ребенок должен получить с детства. После осмотра детского сада, муфтий шейх Ахмада Афанди направляется к спорткомплексу «Спартак». Ему показывают совсем новый спортзал для дзюдо, в котором уже занимается около 800 человек, а также первое в республике здание, которое возводится специально для проведения соревнований среди юных дзюдоистов. После шейх Ахмада Афанди осматривает все секции спорткомплекса. Здесь занимаются и самбисты, и борцы, а также люди с ограниченными возможностями. Его тепло встречают спортсмены. После осмотра объектов, муфтий дает высокую оценку спорткомплексу, искренне радуется за спортивную молодежь. Он отмечает также, что впервые видит в спортивно-образовательном учреждении такие условия, созданные для детей. В завершение шейх Ахмада Афанди совершает молитву дуа. Гамзат Нурмагомедов, Фатима Кадирова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Торжественное открытие выставки работ дагестанских художников состояло в стенах Государственной Думы. В экспозиции представлены работы разных направлений от портретов до абстрактных композиций в дагестанском духе. Подробнее о выставке расскажет Алина Хасамбекова. Натюрморты, портреты и, наконец, необычные дагестанские пейзажи. Природа родного края, переданная в ярких красках, впечатляет не только самих дагестанцев, но и москвичей. В каждой работе кроится немалый труд и любовь к родине. В числе желающих оценить искусство депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Дагестана, искусствоведы, представители дагестанской общины в Москве и студенты. Кости праздника рассказали о череде выставок на лучших площадках, где дагестанские художники участвовали в формировании культурной среды многонациональной Москвы. Всех приглашаем в Дагестан, но вы сегодня видите Дагестан глазами наших художников. Поэтому я приглашаю вас еще раз пройтись по этому фойе, посмотреть на эти выставки, созерцать в раздумьях красоту и неповторимость нашего Дагестана. Спасибо. Участники вечера отметили, что Дагестан – самый многонациональный регион России. Дагестанцам удалось сохранить единство народа в республике и всей страны, поставив за сон международному терроризму. Эта страна не только там, где неблагополучие какое-то, но и страна красы всей природы. На самом деле, я, когда путешествовал по Дагестану, для себя его открыл настолько, что я не прекращаю работать над этим сюжетом в Дагестане. На празднике также было сказано, что в Дагестане есть живопись большого ранга, хотя и нет своей школы. Благодаря мастерству наших художников во многих странах узнают о Дагестане, его многообразии и красоте. Эта выставка продлится еще несколько дней, после чего работы художников будут доступны в постоянном представительстве Дагестана для всех желающих. Алина Хасанбекова, Асия Гиллахмедова, Дауд Касанов, телеканал ННТ, Москва. В центральной джума-мечети города Махачкалы прошел второй день открытого республиканского конкурса чтецов Корана, приуроченного к 220-летию имама Шамиля. На заключительных этапах конкурса между собой соревновались участники, знающие священное писание наизусть. О победителях и призерах Абдулла Алиев. Первый день конкурс проходил по номинациям на лучшее чтение Корана. По его итогам были выявлены финалисты. Во второй день предстояло самое трудное. Участники соревновались по двум номинациям на лучшее знание Корана наизусть. Первой соревновались конкурсанты, знающие Коран полностью. Во второй – одну шестую его часть. По итогам первых двух номинаций вчерашних в финал вышли по пять участников. В каждой номинации это Телява Чтение и Хивз Амаджуз по пять участников. Сегодня по окончанию сегодняшних двух номинаций, где сразу выявятся победители, будут проведены финалы по вчерашним номинациям и там тоже будут выбраны по три победителя. Задания для конкурсантов были не из легких. Председатель жюри Мухаммад Хабиб Будунов зачитывал строки из Корана. Участники, внимательно слушая, должны были узнать отрывок и продолжить чтение. Одним из организаторов мероприятия является Центр изучения Корана имени шейха Мухаммада Хафиза Афанди Аль-Тидиби, великого дагестанского ученого, чей потомок присутствовал на мероприятии в качестве жюри. Ученый-богослов Мухаммад Абдурахманов отмечает, что подобные мероприятия имеют огромное значение в воспитании подрастающего поколения и популяризации изучения Корана среди молодежи. Мы знаем, что чтение Корана, обучение Корану, и это самый из ценных видов Ивадата. Так как Рух Аллахи Сулаху Ассалам сказал, «Харикуман таалямал Корану аалямаху, лучшие из вас, те, которые изучают Коран и обучают других, это самый бесценный Коран, которому нет цены. И конкурс, чтобы привлекать других людей, чтобы они изучали, чтобы у молодежи появилось желание изучать Корану Аллаха». Призером и победителем открытого республиканского конкурса чтенцов священного Корана были вручены ценные подарки. Стоит отметить, что победитель конкурса в номинации «Знание всего Корана наизусть» Магомед Асхабов стал счастливым обладателем путевки в хадж. «Сколько времен я обучался в Коране. Сначала я начал Коран читать, пошел в год, за год учил Коран. Потом повторение, крепил Коран, поэтому я участвую в Магомед Асхабове. Я возвращаюсь в честь, участвую в Магомед Асхабове. Вот выйдет в Магомед Асхабов, которые приезжали. Я участвую в Магомед Асхабове тоже». Абдулла Аликнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее краткий обзор событий от Алины Хасамбековой. Парламент Дагестана выступил с инициативой приравнять флаг исламского государства к нацистской символике. Атрибутику террористических организаций, в том числе исламского государства, хотят сравнить с экстремисткой и запретить ее распространение. Средства массовой информации обязать упоминать такие организации с пометкой о том, что они запрещены. Соответствующие поправки в федеральные законы разработал парламент Республики Дагестан. По известной информации, дагестанские депутаты планируют внести поправки в Госдуму в сентябре. Махачкалинские футболисты стали победителями в суперфинале турнира «Локобол-2017» в российские железные дороги. Дагестанская команда «Сокол» стала не только в числе первых, но и завоевала путевку в финальную часть соревнований. Отбор на итоговый турнир завершился 18 июня в Майкопе. Также лучшие игроки турнира получили специальные призы от футбольного клуба «Локомотив». В Кизляре запустят первый в Дагестане пункт по утилизации энергосберегающих ламп. Пункт по спору и утилизации люминосцентных и ртуть-содержащих ламп откроют на базе Кизлярского электромеханического завода. По словам специалистов предприятия, ртуть, содержащаяся в перегоревших лампах, содержит отходы, относящиеся к первому классу опасности. Обычная утилизация люминосцентных и ртуть-содержащих ламп вместе с коммунальными отходами запрещена. На торгово-промышленной Курско-Каренской ярмарке 2017 продемонстрировали изделия народных промыслов Дагестана. Выставка собрала изделия декоративно-прикладного и народного искусства от кубачинских, хунцукульских, балхарских, гацатлинских и табасаранских мастеров. Торговое представительство Дагестана приняло участие в ярмарке по приглашению губернатора Курской области Александра Михайлова. Осматривая экспонаты, Михайлов высоко оценил организацию дагестанского павильона. Сами куряне с восхищением осматривали дагестанские экспонаты, называя ее музеем художественных изделий. Жители селения Севуха Савертовского района своими силами обустраивают село. Участие в этом деле принимают и взрослые, и дети. В настоящий момент проводятся ремонтные работы по заливке тротуара на центральной улице. Подробнее обо всем расскажет Гамзат Нурмагомедов. Все началось с того, что предприниматель Аймасхан Гаджидибиров на собственные средства проложил в родном ауле около 40 метров тротуара вокруг мечети. После этого жители села последовали его благородному примеру. Мы планируем проложить пешеходную дорогу по всему селу. В месяц Рамазан особенно ценно заниматься добрыми делами. Работы предстоит еще много. Мы надеемся, что достигнем своей цели. Любой желающий может прийти и помочь нам. Усилиями Аксакалов удалось провожить более 500 метров тротуара от мечети до Тазията, дома соболезнования. Активное участие в этом приняли пенсионеры. Они пожертвовали накопленные с пенсией деньги на благоустройство села. Я так шла мимо и не смогла отойти. И было так приятно. Каждым днем хорошее наше село. Сажают деревья. Это все делает наш Чамаат. Уже начаты работы по заливке тротуара на центральной улице. Его ширина составляет около двух метров. Помогают от молодой великой. Работы хватает для всех. Мы будем идти дальше. Мы добьемся очень многого. У нас еще в планах есть заливка центральной улицы, обустраивание парка, возрождение нашего парка и так далее. Хотел бы выразить благодарность всем, кто помог финансово, тем, кто помог морально или хоть словом, делом и так далее. В дождь по аулу практически невозможно передвигаться из-за грязи и слякоти. Пешеходные дорожки решат эту проблему. Общественная организация молодежь Сивуха также планирует разбить на территории центральной улицы парк и провести освещение. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 60 рублей 14 копеек. Евро 67 рублей 14 копеек. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»